Добрый вечер в эфире программа Круглый стол с Рахимом Ушагбаевым. Сильнее всего от коронавируса пострадала нефтяная отрасль. Дестабилизатором нефтяного рынка являлось резкое сокращение спроса на нефть. Казахстан начнет сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. И какова текущая ситуация и какие прогнозы нас ждут в нефтегазовой отрасли страны. Мы поговорим с нашими гостями, генеральным директором Казахстанской ассоциации организации нефтегазового и энергетического комплекса Казэнерджи Булатом Акчулаковым и официальным представителем Атамикен по взаимодействию с нефтегазовыми операторами Асилбеком Джакиевым. Добрый вечер коллеги, спасибо большое, что нашли время прийти в наш эфир. Давайте начнем сразу с одного из значимых событий на флагмане нефтегазовой промышленности Тенгизи. Сейчас идет забастовка, обнаружены случаи коронавируса. Как остановка проекта или вот это замедление может повлиять на отрасль? Булат Уралович, пожалуйста. Добрый день. Да, действительно, вся эта история с коронавирусом оказала значительное влияние на вся сфера нашей жизни, конечно, по нефтегазовым и энергетическим сектору. Значение от этого события тоже сказалось значительно. Но если говорить про Тенгиз, ситуация, в принципе, наверное, схожая где-то по масштабам, просто она крупнее. Вы знаете, что сейчас идет реализация так называемого проекта будущего расширения, который позволит нарастить добычу на Тенгизе в перспективе на еще добавлено 12 миллионов тонн. Однако различные меры, связанные с карантином и так далее, они повлияли на, значит, в том числе на сотрудников и работников, которые задействованы в этом проекте, в том числе на проекте будущего расширения. Порядка 20, наверное, тысяч человек, которые постоянно находятся и работают над реализацией проекта. Как, в принципе, и во многих предприятиях, получилось так, что перевахтовка, она, значит, стала невозможной в трябких случаях проекта предприятий, в том числе на Тенгизе. И, ну, практически там по 3-4 вахты люди отрабатывают, конечно, они устают. Сменить их практически невозможно, и это сказывается на ТЭПах, естественно. Плюс, к тому же, резкое, значит, снижение потребления энергоносителей существенно, оказалось существенное влияние на цены. Вы это все прекрасно знаете. Никогда в истории мы не видели цен там в ноль, то мы их увидели, как бы, это было где-то месяц-полтора назад. Значит, понятно, что рынок лихорадит, и в этом случае есть всегда такое мнение, то есть стоит ли сейчас наращивать добычу или, наоборот, то есть наращивать работу, связанную с увеличением добычи в перспективе или нет. То есть все зависит от прогнозов. Но понятно, что большие проекты, связанные с расширением производства, они, конечно, можно их реализовывать, наверное, именно в такой ситуации, когда, значит, возможно, цены на комплектующие материалы и так далее, они будут не таким высокими, как в период максимальных цен на них. В этом тоже есть смысл. Ну, понятно, что возврат к старому режиму цен, наверное, который более-менее, значит, приемлем для таких стран, Казахстан, коридор 60-80 долларов за баррель, ну, займет, конечно, уже, скажем, ну, точно не больше года, то есть года-два, может быть. Все будет зависеть от рынка потребителя. Вот, Булатуралович, сегодня цена на нефть отросла и превысила 40 долларов. Насколько вот эта цена 40 долларов комфортна для нашей нефтегазовой отрасли? 40, она не так комфортна, конечно, будет для нас. В среднем вообще мы говорим о коридоре 60-80, это тот коридор, который, значит, более приемлем для Казахстана. Ну, скажем, это зависит от разных месторождений. К примеру, при 40 долларах за баррель, к примеру, тенгиз тот же, он, в принципе, может работать. Ну, к сожалению, многие месторождения у нас имеют выработанный продуктивный ресурс, находятся на поздних стадиях разработки. Для таких месторождений, конечно, цена в 40, она не та цена, которая бы обеспечила наш скафор. Асулбек, мы начали с обсуждения ситуации на тенгизском месторождении. Пожалуйста, дайте свой комментарий. Ну, так как мы располагаемся в Атроу, мы ежедневно с Тенгизшим Урал и с другими компаниями работу проводим, я действительно хочу согласиться с словами Булата Ураловича. Ситуация очень печальная для всей отрасли, так как тенгиз – это крупнейшее наше месторождение. Уже сейчас было демобилизовано порядка 17 тысяч человек, еще оценивается, что порядка 8 тысяч будет мобилизованы, и того где-то 25 тысяч. Колоссальное количество людей. И более того, помимо того, что прекращаются многие работы на тенгизском месторождении, а Тенгизшим Урал принял решение перебросить все свои крупные проекты на следующие годы, когда ситуация будет лучше, это все влияет вообще на всю экономику страны. Ведь Тенгизшим Урал является главным налогопотельщиком Казахстана, один из главных партнеров страны. Поэтому такая ситуация для нас в непозитивном отрасли влияет. Там буквально на проекте будущего расширения вовлечено более 400 компаний. И мы оцениваем, что Тенгиз оказывает влияние на порядка 40 тысяч человек. А если в целом брать 80 тысяч, если был вопрос, закрыть ли Тенгиз в этой ситуации. Мы были категорически против, потому что мы считаем, что, во-первых, вся страна смотрит на это месторождение. И плюс того, что 80 тысяч человек прямым образом были бы вовлечены по этому месторождению. А Ставик, подскажите, пожалуйста, 25 тысяч человек – это проект будущего расширения либо действующей операции? Это только проект будущего расширения. В начале проекта было занято порядка 50 тысяч человек. Сейчас это Тенгиз Шевройл мы тоже оцениваем, делаем свой анализ. Фазой и фазами принимают решение сокращать. Вы знаете, сейчас много, порядка 7 тысяч. Это было вывезено жителей Атаравской области, а остальные – это все жители других областей. Также Тенгиз Шевройл договорил с авиакомпанией «Эростаной». И они вывозят сейчас везде иностранных жителей, граждан, которые работают на Тенгиз Шевройл, в Амстердам, в Баку, в Доху. То есть компания сейчас… Это в истории, надо потом будет оценить. Это была такая масштабная операция, когда была в кратчайшие сроки так хорошо организована работа по вывозу людей, по демобилизации. Ну и вот ваш прогноз, вот эта приостановка, вынужденная приостановка работ, к чему она приведет? Насколько негативно она отразится на социально-экономической ситуации в отрасли и в регионе? Уже сейчас к нам обращаются большинство компаний, это подрядчики, генеральные подрядчики, малый и средний бизнес, которые работают на проекте. Они вывезли все своих сотрудников, работы стоят, много что стоит. И надо платить, в то же время надо платить налоги. И поэтому это ведет к колоссальным, это как эффект домино, оно ведет к колоссальным потерям для малого и среднего бизнеса, если говорить в целом для мультипликативного эффекта от отрасли. Помимо налогов и тому подобное. В средствах массовой информации прошла информация, что рабочие бастуют, угрожают голодовкой. Вот этот инцидент, он насколько исчерпан в настоящий момент? Я не отслеживаю ситуацию с забастовками, но это все понятно. То есть об этом сейчас только что Ассадий Эджектиев сказал. Это принцип домино. То есть когда значительные большие проекты, как Тенгей Шеврой, вы знаете, какая капитализация этого проекта, она изначально была, скажем, 38 миллиардов, затем она, ну, понятно, выросла. То есть это огромные средства, в которых в этих проектах задействовано также и очень много казахстанских компаний. Поэтому это все бьет на то, что практически компании, значит, у них нет работы. И, понятно, они не имеют возможности, значит, выплачивать заработный плат сотрудникам, ну, и соседними дотекающими. Павел Туралович, ну, вот мы подписали все-таки соглашение ОПЕК+. Официальный прогноз, если не ошибаюсь, 90 миллионов тонн добычи на 2020 год снижен на 85,5 миллионов тонн. Каков ваш прогноз? Как вот реализация этого соглашения ОПЕК+, повлияет дальше на отрасль, на регион? Какие ваши ожидания? Ну, естественно, то, что сейчас было озвучено, нефтегазовый сектор, это один из самых больших нарисекторов с точки зрения пополнения государственной казны. Сразу скажу, что в основном налоги, все налоги, которые связаны с недропользованием в области нефти и газа в нашей отрасли, они не в республиканский бюджет попадают, а в национальный фонд, вы об этом знаете все прекрасно. Значит, часть каких-то денег, значит, она связана с пошлами и так далее, попадает в часть республиканских бюджетов. Ну и понятно, что если сокращается добыча, меньше, значит, товарооборота, соответственно, меньше поступлений. То есть, ну, здесь все просто, как бы, здесь не нужно что-то серьезно считать. Конечно, ну, если, допустим, до 10% сокращения добычи, ну, соответственно, на такой же примерно объем сокращается, в такой же пропорции сокращается и поступление. Плюс отягощающие условия – это низкие цены. То есть, те, кто экспортирует, они, значит, меньше зарабатывают, соответственно, меньше платят налогово. А Сулбек, соответственно, вам аналогичный вопрос с точки зрения влияния на регион, на занятость, на бизнес. Ваш прогноз? Ну, наш прогноз, он пессимистичный. Мы смотрим очень пессимистично на текущее развитие ситуации, потому что, еще раз таки, не из-за того, что мы там какие-то смотрим макроэкономические там анализы, а потому что мы на каждой отдельной основе взаимодействуем с малым и средним бизнесом и крупным бизнесом, который работает на месторождении в целом в отрасли. Все говорят в один голос, что ситуация плохая. На всех это повлияло. Все, то есть, многие компании, нефтесервисы, производители сидят на кредитных средствах, соответственно, надо им выплачивать деньги своим работникам, а дальнейшая реализация, я как и сказал, крупных проектов, она в ближайшей перспективе не видна. Поэтому, каков выход из этой ситуации, мы видим только в помощи со стороны государства. Мы обращались в государство, мы выбрали, то есть, проводили опрос среди предпринимателей, предприниматели просили освободить там от определенных налогов, от оплаты на фонд. Поэтому эти многие меры, они были предложены, но я говорю, что мы ожидаем, что в дальнейшем мы видим, что многие компании могут уйти из этого сектора, малый и средний бизнес, подрядчики, контрактеры, которые работают в отрасли. Я ведь сказал, что порядка только 400 компаний работают на проекте будущего расширения, а мы оценим, что потери, то есть, компания могут сократить порядка 30-40 тысяч человек в отрасли. Булат Уралович, вот не может создаться такая ситуация, потому что в восприятии и правительства, и общественности, нефтегазовый сектор всегда был такой достаточно богатый, состоятельный, и сейчас в условиях кризиса он может остаться без должного внимания и без государственной поддержки. Вот сейчас какой-то пакет мер господдержки оказывается или нет? На самом деле мы смотрели совместно с министерством энергетических частностей, с нашими коллегами в правительстве из экономического блока. Мы изначально просили, что в таких условиях, конечно, нам самим выживать будет очень сложно, и просили о каких-то мерах поддержки со стороны государства. Во время карантина очень много таких у нас встреч было, то есть онлайн также встреча, где мы разные предложения вносили, начиная от какой-то разрешительной системы, то есть административной разрешительной системы, и включая, конечно, в основном это были вопросы по налогам. То есть либо та срочка, либо, допустим, изменение ставок налогов, либо какие-то иные меры, которые бы дали нам глоток воздуха в этих условиях. В конце концов, мой пакет предварительно антикризисных мер выработан был, и он, в принципе, рассматривался правительством, часть из них уже принималась, то есть, к примеру, по экспорту горюче-сладческих материалов, ДСМ, бензин и так далее, то есть там были вопросы связаны с акцизами, с уровнем размеров пошлин и так далее. То есть эти вопросы, они решаются правительством, в этом смысле проблем больших у нас в диалоге нет. И вопрос другой, что, конечно, было бы лучше, если бы глобальный уровень потребления все-таки начало бы идти обратно в прежнее русло, это наиболее важный показатель. Если, к примеру, о том, о чем сейчас говорят много в прессе, если будет вторая волна так называемого коронавируса, то есть если в течение лета обратно что-то поменяется, то это будет, конечно, очень сложно и тяжело, потому что мы и так уже два с лишним месяца практически в нормальных условиях не работаем, как и все, в принципе, отрасли, наверное. Вот это будет большая проблема, если будет вторая волна. Надеюсь, что ее не будет. Будем надеяться, да. Асулбек, как вы считаете, достаточно ли тех мер государственной поддержки и внимания к отрасли? Мы считаем, что государство не уделяет достаточного внимания компаниям, малым и среднему бизнесу, которые работают на проектах нефтегазовой отрасли. Вообще такого понятия, как нефтесервис, вообще в УКЭДе нет, само понятие, то есть фактически компании, которые занимаются, скажем, 20-30 лет обслуживанием на месторожениях тенге из Кашагана и Корчаганак, они, то есть, не определены. Они определены из строительной компании или как другие. Вот, поэтому, когда мы просили поддержку, мы ничего не просили. Мы сказали, дайте только такие меры поддержки, которые необходимы, которые в руках, скажем так, государственных органов, это освободить от налогов, то есть это фонд оплаты труда, потому что надо содержать штат, а их как минимум у малой компании, которая является субподрядчиком на тенгизе, там минимум 100 человек, 50-100 человек, освободите на определенный период выплату на фонд и оплату, то есть этих всех социальных обязательств. Но мы предложение дали, но правительство многие наши предложения не поддержало. И вообще, когда мы разговариваем с многими государственными органами, иногда создается мнение, что раз, как Пулат сказал, нефтегазовая отрасль, она там кормит всю экономику, поэтому у людей, работающих в этой отрасли, у компаний денег есть. Хотя они такие же, скажем, субъекты бизнеса, которые работают там как рестораны, кафе, кинотеатры, и поэтому им нужна такая же поддержка. Все законтрактованы, большинство части компаний, все сидят в кредитах, и поэтому все смотрят на крупных проектах, на крупных операторов. Прошла новость, что австрийская химическая компания Бориалис объявила в своем решении продолжать разработку проекта по строительству завода по выпуску полипропилена, и под угрозой оказались инвестиции порядка 7 миллиардов долларов США. Как вы полагаетесь, с чем это связано, и является ли это первой ласточкой, что инвесторы сейчас выходят из нефтегазовых и сопутствующих проектов? На самом деле я немножко историю приведу этого вопроса. Вы знаете, проект по полипропилену и полиэтилену уже имеет определенную историю свою. Это проект, который ранее назывался интегрированный нефтехимический комплекс, он тогда рассматривался как две очереди одного проекта, сейчас это совершенно разный. То есть полипропилен, проект отдельный, уже реализуется компанией KPI. По полиэтилену проект изначально, конечно, сложный. Понятно, что в нынешних условиях говорить об инвестициях от 5 до, как вы сказали, 7 миллиардов долларов. 6,9 миллиардов долларов. Да, это предварительно было. То есть я помню время, когда он и 4 миллиарда стоил, и потом и 7. То есть вопрос весь счета, рынка и так далее. Канепурия, она меняется каждый год, но нужно находить средние, если говорить в районе 6-7 миллиардов, в любом случае это огромные деньги для одного единственного проекта, то есть единичного проекта. Помимо того, что переговоры уже шли не в этом году, они начались давно уже, заборялись. Исторически компании Борялись мы встречались и ранее, на самом деле. Еще на ранних этапах реализации большого интегрированного концептихимического комплекса. Тогда они тоже уходили, то есть смотрели на экономику и смотрели на рынки сбыта. Причем все это время совпадало именно с такими этапами кризисными. То есть кризис 2008 года был, вот сейчас у нас наблюдается кризис тоже, связанный со снежным потреблением. Возможно, это решение компании, компания, которая работает на рынке, возможно, они не увидели просто для себя экономической составляющей этого проекта. Может быть, у них были сомнения по рынкам сбыта, скажем. К сожалению, Казахстан, вы знаете, что страна не имеющая выхода в открытое море, поэтому у нас с логистикой есть вопросы. Если большие проекты огромные реализовывать, то логистика становится одним из ключевых моментов. Мы далековато слишком от рынков сбыта. То есть если из-за Тарасской области, к примеру, до рынков Европы полторы тысячи километров, до рынка Китая еще три тысячи, это по территории Казахстана. То есть мы достаточно далеки от рынков и не имеем портов. Это всегда было краевольным камнем в таких переговорах. Возможно, какие-то были у них нюансы. С другой стороны, всегда считалось, что Казахстан должен развивать не только добычу и экспорт сырой нефти, но и ее нефтепереработку и нефтегазохимию. Асалбек, как вы полагаете, ожидаете дальнейшее снижение инвестиций в нефтегазовую сферу и сопутствующие сферы? На наш взгляд, Архим Сакенович, это однозначно инвестиционный репутационный риск. Ведь если брать историю, это же ведь не первый, скажем, инвестор по этому проекту, кто вышел. Если копнуть в историю, в 2015 году такой же крупный инвестор LG Chemicals, корейская компания, вышла из проекта. То есть это второй инвестор, который вышел в проект. А если мы пойдем дальше копать глубже историю, то Казахстан в Центральной Азии, наверное, один из первых, кто подписал планы по развитию нефтехимии. И уже столько лет мы об этом говорим, второй инвестор выходит. То есть везде вокруг построили, это опять-таки в Узбекистане такой же проект, намного дешевле построили, в Туркменистане построили, в России построили. В чем проблема? Ну, тогда надо сделать, наверное, какой-то анализ глубокий. Почему? А в чем проблема? Ну, мы, наверное, видим здесь два момента. Первый момент – это сами переговоры. То есть мы, так как мы были не вовлечены, они, наверное, были конфиденциальны между уполномоченным органом ОХК и инвестором. То есть проблема в чем? Или мы были слишком жесткие в переговорах, или мы что-то не предложили хорошие условия. В любом случае для нас с такими инвестициями, и там предполагалось по проекту будет добыча порядка 1,2 млн тонн полипропилена. Это колоссальный проект, который ввел мультикополитивный эффект не только на Атравовскую область, но и на всю страну, на отрасли, на дефектификацию. А пока мы видим, что второй инвестор ушел, и на наш взгляд, опять-таки, как бы, в виде ситуации изнутри, мы видим, что если второй крупный такой бенчмарк инвестор уходит, мы не думаем, что в ближайшее будущее кто-то влезет в этот проект. То есть, я думаю, что тот момент, наверное, он упущен. Если только там китайцы не придут с деньгами, которые у них есть, а такие крупные компании, которые являются лидерами отрасли, да, это LG Chemicals и Borealis, после него, наверное, другой инвестор, такой хороший инвестор, он будет задуматься, а почему другие крупные игроки вышли из этого проекта. Это потеряно ведь время и репутация. Булат Равлович, вот вечно зеленая тема для нефтегазовой промышленности в западной части нашей страны всегда было местное содержание. И вот сейчас низкие цены на нефть, как они повлияют на нефтегазовых операторов, как они будут реализовывать политику местного содержания? В общем, вопрос двоякий. То есть, конечно, низкие цены и низкие доходы, это прямо пропорционально влияет, конечно, как сейчас происходит то, что и Аслабик Джакиль говорит по тенгизу, в принципе, домино, да, то есть, не получая больших доходов, у нас нет возможности аккумулировать деньги, чтобы реализовывать какие-то проекты, там, расширения, модернизации и так далее, то есть, кроме критических, там, скажем, проектов, и просто поддерживать уровень текущего производства. Но, с другой стороны, значит, возможность для казахстанских компаний развивать, значит, предложение на рынке местом, это тоже имеет позитив, то есть, когда, допустим, вот во время карантина, к примеру, невозможно было, допустим, в полной мере масштабно там сотрудничать с партнерами, которые находятся вне предела страны, то есть, мы тоже на себя ощутили, то есть, у нас есть активность определенная, мы это все остановили, мы это, в принципе, в любой отрасли и в любом направлении бизнеса было. Поэтому, что это такое? То есть, низкие цены на нефть, просто нужно, наверное, правильно считать деньги и экономить. То есть, если наши местные компании будут предлагать хорошего качества продукцию, которая производится в Казахстане, за что мы все радуем, и, значит, налоги остаются в стране и так далее, конечно, мы только за то, чтобы для продвижения хотя бы текущего производства использовались наши местные компании, не обременяя их излишними затратами, связанными с тем, что, связанными с импортом товаров и услуг. Мы только за. Определенная работа в этом плане, она проводилась и проводится. То есть, это, ну, Таслубек, наверное, знает, в свое время были проблемы, потом их решили там, таким способом, что давали длинный контракт для того, чтобы компании могли, значит, получить какие-то кредитные средства, ликвидность, повести, реализовать проекты, и потом мы, так называемый автек этих, значит, и готовых продуктов, изделий, услуг убрали в местной компании. Такие примеры есть. Но понятно, что для нефтегазового сектора большой вопрос это качество. То есть, это та отрасль, которая, то есть, практически это все объекты первой категории, если говорить по нашему законодательству, это пожаровозрывоопасные, там, серьезные вещи, которые могут серьезно навредить как здоровье людей, так и, значит, окружающей среде. Поэтому очень огромный вопрос уделяется именно безопасности. То есть, а безопасность производства, она связана и в том числе, в первую очередь, наверное, даже, связана с качеством тех услуг и тех товаров, которые мы получаем. Плюс ко всему, к сожалению, у нас нет большого технологического развития в стране, это не секрет. То есть, допустим, тот же пример... Прошу прощения, как вы считаете, просто у нас доля местного содержания, казахстанского содержания, примерно всегда была, если не ошибаюсь, порядка 30% по товарам, работам, услугам, а по товарам непосредственно в пределах 3%. И я слышал мнение, что вот за все эти годы, конечно, мы могли бы нарастить долю казахстанского содержания. И вот мне рассказывали пример, когда рекрутинговые компании пытались набрать на проект будущего расширения, скажем, 200 сварщиков, и они не могли найти их в Казахстане, нашли только чуть больше 30. Остальных их пришлось привозить из Украины, из Малайзии, хотя они предлагали заработную плату 5000 долларов в месяц. Таким образом, получается, вот те большие, огромные инвестиции, мы тоже не в полной мере их используем для развития и вот этих технологических цепочек, и производства этих товаров. Эти проекты же достаточно долго двигаются. Как вы считаете, ослугек? Я на самом деле полностью хочу согласиться с Булатураловичем, Казаэнерджи активно тоже здесь тоже работу проводит. Ну, здесь двоякий вопрос. Вот в целом мы все это время, то, что вот чем мы занимаемся, это занимаемся развитием местного содержания. И операторы, я не могу сказать, что там иногда говорят, вот операторы только защищают интересы, я про три крупных оператора говорю, защищают интересы крупных европейских или западных сервисных компаний, это не так. Им тоже выгодно брать на месте, но если, когда на месте есть такой, скажем, сервис или такой продукт, они берут, который соответствует качеству и цене. Ну, опять-таки, вот вы сейчас статистику говорили, совершенно верно, вот порядка 80% всех закупок в нефтегазовой отрасли, это, по-моему, за прошлый год 4,6 триллиона в тенге составил, колоссальная сумма, пришлось на три китов, мы их называем, да, так, ТШО, НСЮС, КПО. Там по сервисам у нас ситуация выправилась, порядка 50% всех сервисных услуг уже оказывается казахстанским, а по товарам, вот как ввозы ныне там, как вы сказали, 3-5%, вот не растет и все. Потому что тяжело заставить, скажем, крупных европейских производителей делать локализацию здесь. Опять-таки, иногда такое складывается мнение, когда вот ты работаешь по этим направлениям с различными министерствами, ну, нету какой-то координации. Как бы задача одна, все мы вот хотим, например, сейчас вы все знаете, что по СРП, по соглашению о разделе продукции, все, что завозит, там, Тенгиз Шевройл, компания, оно освобождается от таможенных платежей, мы хотим здесь наладить производство, и чтобы оно было адекватно, тоже освободить их от таможенных платежей. Но у нас не получается, не всегда у нас есть такая поддержка. Потенциал большой, есть, потому что мы по СРП увидим, что уже многие иностранные компании вышли, сейчас казахстанские компании оказывают услуги сервисами на уровне западных компаний. Поэтому нам надо просто использовать, и больше, наверное, нужна здесь поддержка, опять-таки, со стороны государства. Позвольте, вот по этому вопросу хотел один момент сказать. Просто нам приходилось и приходится этим заниматься очень часто. Согласен со Слбеком, наверное, координации должной нет, наверное, правда. Однако я вот хочу сказать одну вещь, она немножко концептуальная, может быть, и об этом я всегда часто говорю со своими коллегами из нефтесервиса. Нам нужно для себя, во-первых, понять. То есть, для меня, допустим, есть три группы, условно я их разделил для себя на три группы. Первое, то, что мы можем производить, и у нас в Казахстане этого не производится. Здесь нужно совместное усилие, допустим, и операторов, и всех, кто задействовал, в том числе и правительства, для того, чтобы поддержать развитие такого бизнеса, который бы наладил это производство на территории Казахстана. Вторая группа. То, что сегодня в Казахстане производится, но не имеет должного качества. Эти товары, опять-таки, с общими усилиями нужно привести в соответствие. Где-то не хватает кредитных ресурсов, может быть, помочь. В этом смысле компании, большие операторы могут давать длинные контракты, чтобы они получали деньги в тех же банках для того, чтобы модернизироваться и должное качество произвести для нас, для потребителей. И третья группа. Это товары, которые нам не надо пытаться локализовать, и не надо на это тратить время. Я приведу пример, допустим, компрессоры большого давления на Тенгизе, вот на Кашагане, которые сейчас есть. Их не нужно произвести. В мире одна компания, их всего лишь производится. Абсолютно согласен. Владимир Павлович, к сожалению, время у нас выходит. Вот примерно, скажите кратко, потенциал первой и второй группы, какой вы видите? У первой и второй группы хороший потенциал есть. Ну примерно, в день до сколько это? Ну, я вам скажу, что, допустим, ближайшая цель, которая у нас была, это где-то хотя бы 50%, причем не только в услугах, в товарах можно достичь. Потому что номенклатура потребительская огромная. 50% в товарах, с 3% до 50%, правильно я понимаю? Можно было бы совместными усилиями это сделать, на мой взгляд. Хорошо, 47% от годового объема закупок в товарах мы недоиспользуем из-за того, что у нас нет координации в развитии местного содержания в товарах. Нет, не то, что нет координации, нет соответствия качества и нет возможности предприятия развиваться. Это нужно делать сообща, на самом деле. Официальные данные Министерства индустрии и индустриального развития посчитало, что мы можем локализовать в Казахстане товаров на сумму больше 200 миллионов. По-моему, там 220 миллионов долларов, это, скажем, те товарные номенклатуры, которые мы можем здесь локализовать. Правильно было, что... Вообще, в целом, то есть вот такой у нас рынок, где мы можем сделать локализацию. Коллеги, я хочу поблагодарить вас за участие в эфире. К сожалению, время вышло. И в заключении сказать, что, безусловно, для нашей страны нефтяная отрасль все еще остается основополагающей частью казахстанской экономики. И, к сожалению, текущая ситуация все еще не дает увидеть свет в конце тоннеля. Вместе с тем, будем надеяться, что предложенные антикризисные меры и принятые меры все-таки позволят пережить этот кризис отрасли, извлечь урок и продолжат развитие. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok